Саввил Яковлевич Маршак, ученик и шесть единиц. Пришел из школы ученик и запил в ящик свой дневник. Где твой дневник? спросила мать. Пришлось дневник ей показать. Не удержалась мать от сдоха, увидев надпись «Очень плохо». Узнав, что сын такой лентяй, отец воскликнул «Шалопай, чем заслужил ты единицу? Я получил ее за птицу. Весь из сознания ее слаб. Назвал ее птицей «Бам-бам». За это, мать сказала строго, единицы слишком много. У нас отметки меньше нет, промолвил мальчик ей в ответ. За что вторая единица? спросила старшая сестрица. Вторую, если не с огромной. Я получил за кенгуру. Я написал в своей тетрадке, что кенгуру растут на грядке. Отец воскликнул «Крокодил, за что ты третью получил?» Я думал, что гипотенуза — река Советского Союза. Ну а четвертая за что? Ответил юноша. За то, что мы с Егоровым пахомом назвали зеброй насекомым. «А пятая?» спросила мать, раскрыв измятую тетрадь. Задачу задали у нас. Ее решали целый час. И вышло у меня в ответе два землекопа и две трети. «Ну а шестая, наконец?» спросил рассерженный отец. Учитель задал мне вопрос. «Где расположен камень нос?» А я не знал, который камень. И указал на свой Иванин. «Ты очень скверный ученик!» Вздохнув, сказала мать. «Возьми ужасный свой дневник и отправляйся спать!» Ленивый сын поплелся прочь. Улегся на покой и захрапел. И в ту же ночь увидел сон такой. Жужели зебры на кустах в июньскую жару. Цвели, качаясь на хвостах, живые кенгуру. В сыром тропическом лесу ловил уже и жаб. На длинном ваненом носу крылатый балбаб. А где-то меж звериных тонн среди густой травы Лежал несчастный землекоп без ног, без головы. На это зрелище смотреть никто не мог без слез. «Кто от него отрезал треть?» Послышался вопрос. «От нас разбойник не уйдет. Найдем его следы!» Угрюмо хрюкнул бегемот и вылез из воды. «Я в порошок его сотру!» Воскликнул кенгуру. «Он не уйдет из наших лап!» Добавил Ба-Ба. «Скачем с постели ученик в шестом часу утра!» Перед ним лежал его дневник на стуле. Как вчера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!